Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 18 марта, и с именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Николая, Иоанна, Федора, Давида, Константина, Ираиды, Марка. Мир и благословение Божье, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира, а Духи Святом. Сегодня также Святая Церковь совершает память святого мученика Конона Исаврийского. Наставлен был в Христовой вере и крещен во имя Пресвятой Живоначальной Троицы самим Архангелом Михаилом. Этот Божий архистротик незримо сопровождал его до самой смерти. Был святой Конон, просвещаемый, укрепляемый благодатью Святого Духа, так что сердце его не тянулось ни к чему светскому, а только к духовному и небесному. Когда родители насильно его женили, он в первый же вечер взял свечу, поставил ее под сосуд и спросил свою невесту, «Что лучше, свет или тьма?» Та ответила, «Свет». Тогда начал он говорить ей о вере Христовой и о духовной жизни, как лучшей и прекраснейшей, чем жизнь плотская. Так удалось ему и ее, а потом и своих родителей, привести к вере Христовой. И жили он и жена его, как брат и сестра. Вскоре умерли родители его и жена, и он вовсе оставил светскую жизнь, предавшись молитве, посту и богомыслию. Совершил великие чудеса, которыми многих обратил в христианство. Помимо прочего, заставил служить себе бесов. Когда настало гонение на христиан, он был схвачен, мучен, вис и скул от ножами. Его кровью помазывались больные и исцелялись. После этого он прожил еще два года в своем городе и приставился ко Господу. Сей дивный светильник жил и пострадал во втором столетии. Ныне же Святая Церковь совершает крестопоклонение. Сегодня начало недели крестопоклонной. И во всех храмах в центре мы видим символ христианской веры. Символ и образ воплощенной любви, образ самоумоления, смирения Бога. Это крест Христов. Ибо так и возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего возлюбленного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сея есть жизнь вечная, как говорил Господь в своей молитве к Отцу Небесному, Господь Иисус Христос, «Да знают Тебя истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Господь смирился, умалил Себя, приняв образ раба. Был послушлив Отцу даже до смерти, смерти крестной. И поэтому Бог превознес Его выше всякой твари, что о имени Иисуса Христа поклонится всякое колено небесных и земных, и преисподних, из тех, которые находятся в преисподней, и весь, всяк народ исповесть, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. И путь к жизни с Богом, он только такой. Умалить себя. Кто хочет быть большим, будь всем слугой, кто хочет быть первым, будь всем рабом, возносящий себя унижен будет, а смиряющий себя возвысится. Кто хочет быть у Бога, тот у человеков должен быть. В смирении. Вот такая обратная перспектива. Совершенно непонятная, противная мирскому светскому пониманию, потому что мир учит другому. Выше, быстрее, сильнее, красивее, достойнее, почетнее, знатнее, славнее, богаче и так далее. Это все признаки успеха, благополучия, удачи, устройства в этом мире. Но, как известно, что высоко у людей, то есть мерзость перед Богом. И, как правило, чем выше человек в этом мире, внешне, тем сквернее его внутреннее состояние. очень сложно совмещается слава мирская и слава Божия. А точнее, невозможно совместить. Как вы можете веровать, спрашивал Господь фарисеев, когда принимаете и ищете славу у человеков, а славу у единого Бога не ищете. Бог смиренный, а тщеславный человек ищет славы себе, себя выпячивает, себе ищет всяческого поклонения и почтения. Когда человек ставят идолом и кумиром себя, невозможно служить двум господам, невозможно беззаветно и беззастенчиво любить свое имя, свой имидж, его всячески вылеплять и в то же время искренне служить Богу, Который есть само смирение. Страшная, смертельная для духа человеческого болезнь в зависимости от славы человеческой, которая пустая, точнее, не тщетная, тщеславие. Хотя весь современный мир буквально пропитан. Главное создать вид, иметь некоторый образ. Образ красоты, образ ума, вид значимости, успешности. То есть создание некоторой иллюзии, чтобы пустить пыль в глаза и создать такое о себе мнение. А потом ведь в это мнение человек начинает свято верить. Сначала он убеждает вокруг себя, что он нечто и нечто немаловажное. А потом начинает всерьез думать, что он на свете всех милее. И насколько это бывает порой до безобразия отвратительно, потому потому что это же заметно и очевидно, когда такая дешевая презентация себя. Например, так часто человек пытается возвысить себя, подпрыгнуть над собственной значимостью за счет привлечения к себе внимания в виде каких-то умных фраз, умничения, так называется, говорение на иностранных языках, особенно на латинском. Ну, типа что-то «квод лицет йои, но он лицет бои». Сказал, все задумались, а что это значит? Он поясняет. Вот. Главное в тему сказать. Анекдотики, шуточки, прибавление к чужим словам, каких-то пояснений, острот, стремление вызвать внимание на себя, вызвать или выжить из других смех. Это все выражение многообразного тщеславия. А с другой стороны, глубокое переживание, когда к тебе относятся без внимания или предпочитают тебе кого-то другого, более способного, талантного. Внутри сразу возникает раздражение, недовольство. Сразу же хочется этого человека как-то высветить в черном свете. И вот эта страсть, она мешает благодати Божией быть в сердце человека, потому что гордым Бог противится. тщеславие это дочь гордости. Что же делать? Естественно, мы все больны. Больны на всю голову, на все сердце. И нет такого человека, который бы не был заражен этой страстью. Для начала нужно быть просто очень внимательным и научиться прикусывать язык. То есть понять, что это вражда против Бога. Человек, ищущий удовлетворение собственной славы, он становится врагом Богу. Значит, наблюдая, учиться вовремя останавливать свое стремление сорвать аплодисменты, ну, например, сказать, если что-то ты и прибавил, например, я тебе уже тысячу раз звонил, на самом деле позвонил-то пару раз, сказать, ой, что-то я тут приврал, не тысячу, а два раза, поправился, извинился, немножко себя попозорил. Научиться смеяться над собой, потому что ничто так не лечит тщеславие, как позор. Позор или собственный, ну, такое, некоторое юродство, когда человек раз и выставил себя в смешном свете, неприятно, болезненно, но лекарство против этого отвратительного греха. Или позор со стороны окружающего мира, когда к тебе отнеслись недостаточно с уважением, с вниманием, и эта горькая пилюля, лишь необходимо проглотить. Все это рассказываю и задумался, о какой нормальный человек вообще захочет так себя истязать. Ведь для этого действительно нужно сойти с ума. Ну да, сойти с мирского ума, который лежит во зле, который мир прелюбодийный, грешный, где совершенно сбиты ориентиры, ценности и акценты. Нужно стать в каком-то смысле сумасшедшим или юродивым. Или как апостол Павел говорит, слово о кресте для погибающих безумие есть. Правильно? Какой нормальный человек может вот это сейчас выслушать и усвоить? Это же безумие, что там батюшка говорит. Правильно? Слово о кресте для погибающих безумие есть. Для нас спасаемых сила Божия. Потому что соблазнительно слышать о том, что наш Бог, вот он такой, который не в величии славе пришел, а пришел в образе раба. Претерпел поругание, распятие, смерть, но смертью смерть попрал и сущего гробьях даровал жизнь. И всякий, кто хочет быть со Христом, он неизбежно ради любви ко Христу, ради неудержимого желания быть ему угодным, он будет отрекаться от мирского разума, а искать быть угодным и славным у Бога. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok